20 января наш город посетила учительница, бывшая классная руководительница, премьер-министра Владимира Владимировича Путина Вера Дмитриевна Гуревич. Она осмотрела экспозицию городского музея имени Добровицкого, затем почетную гостю проводили в 11-ю школу, где Вера Дмитриевна рассказала о своей книге воспоминаний о школьных годах знаменитого ученика Владимир Путин, родители, друзья, учителя. Вместе с учительницей приехали ректор юридического института в Санкт-Петербурге Мария Борисовна Ревнова и Анатолий Павлович Конташов, полковник запаса Федеральной службы безопасности, председатель объединенной организации, ветеран военной контрразведки Ленинградского военного округа. На встречу присутствовали городские и районные власти, депутат законодательного собрания Тверской области Михаил Григорьевич Садовников и депутат Государственной думы Светлана Викторовна Максимова, учителя и ученики города и района. Владимир Владимирович у нас родился в Тверской области, вырос, корни его отсюда. Ну и нам, естественно, как жителям Тверского региона, будет достаточно интересно узнать своих знаменитых земляков, начиная с семьи Александровых, которые являются авторами нашего гимна и Советского Союза гимна России, ну и в том числе и Владимир Владимирович Путин. Дальше была такая вот инициатива, которую Мария Порисовна, Анатолий Павлович сразу поддержали, а почему бы не приехать в гости в Булабоя, наш прекрасный район, посидеть неформальные обстановки, без всякой политики, просто вы все прекрасно поняли. Учителя наши увидели, что Вера Дмитриевна такой же простой человек, такой же педагог. Ребятишки увидели, что Владимир Владимирович Путин был когда-то простым мальчиком. Вова Путина такой же, как говорится, хулиганин, как и все, но все прекрасно. Кто-то становится президентом страны, кто-то не становится президентом страны, каждый выбирает сам. После представления гостей друг к другу, заместитель главы администрации Балаговского района по социальным вопросам Людмила Владимировна Карандашова предложила назвать тему историко-литературной гостиной «Как стать президентом». Множество вопросов подготовили ученики Вере Дмитриевне. От имени всех балаговских школьников выступила Людмила Карандашова, поинтересовавшись, что все-таки побудило учительницу взяться за пером. Когда Владимир Владимирович выдвинул свою кандидатуру чтобы лотироваться на пост президента нашей страны, то пресса очень по-разному о нем говорила. В основном на 90% отрицательна. Ему приписывалось Бог знает что. Но ведь его никто не знал. Он весьма закрытый человек. Был, да я бы сказала, и на сегодняшний день. И когда о нем писали, что это черная серая лошадка, уж не помню, что говорили, что это сын, неизвестно каких родителей, потому что ему приписывали родители и в Грузии почему-то, непонятно, и в Белоруссии. Я уж теперь все в точности этих не помню, тонкостей. Но суть не в том, что в основном ему не доверяли как человеку, который прошел школу и огромную работу в органах КГБ. Тем более, он работал в основном во внешней разведке. По словам Веры Гуревич, самое обидное для нее было то, как говорили в средствах массовой информации о его родителях Марии Ивановне и Владимире Спиридоновиче, достойнейших и добропорядочных людях. Родился Владимир Путин в Терской области, недалеко от Твери, и мы можем по праву считать его своим земляком. Вера Гуревич была хорошо знакома с родителями будущего президента и премьеры и отмечает их любовь к людям и честное отношение к труду, позволившее в дальнейшем стать Владимиру Спиридоновичу начальником цеха. Что такое работать на большом заводе, в цеху, руководить, это говорит о многом. Мне это понятно. Как надо было знать и оценивать труд каждого. И когда ему исполнялось 60 лет, его провожали на пенсию, хотя он и потом продолжал работать, я слышала отзывы, потому что я присутствовала на этом почетных проводах и в домашней обстановке, и слышала отзывы рабочих, я слышала, насколько его ценили. Я совсем недавно, как говорится, узнала о том, что он, оказывается, прекрасно рисовал, его папа. А у Володи к этому ничего не было. А он, оказывается, его папа оформлял всю стенную печать в своего цеха и не только, видимо, и на заводе. Так что, ну что касается мамы, это была простая, очень добрая женщина, очень заботливая женщина. На вопрос Людмилы Карандашовой, советовалась ли она с Владимиром Путиным о содержании книги, учительница ответила, что ее знаменитый ученик сказал, «Вера Дмитриевна, я вам доверяю более чем себе». А почему, я говорю, ты мне так отвечаешь более чем себе? А потому что, говорит, когда ко мне приехали после вас режиссеры, которые фильм снимали, вы, Вера Дмитриевна, такие помните моменты, такие помните факты, я уже о них давным-давно забыла, не вспомнила бы никогда. Интерес у присутствующих вызывало то, как Путин учился, каким характером обладал. Учительница Безутайки приоткрывала жизнь обычного класса обычной ленинградской школы и его тогда рядового ученика. Хулиганом Владимир Путин никогда не был, но был страшным ягозой и непоседой, как все озорничал и был неформальным лидером в классе. Вот у него было три очень близких товарища, друга, с которыми он и общался, и делился, и обедом кормил, и на даче был. Вот они здесь свои отзывы давали. Причем они абсолютно разные. Вот самый, вы поняли это, да? Самый близкий человек, но с которым он меньше всего проводил время, это был и остался Борисенко Витя. Но он тоже стал личностью. Правильно? Это человек, который имеет преобразование в настоящее время. Смотрите, как далеко. Он инженер, металлург. Затем он получает образование режиссера. И третье он преподаватель, совмещая все это. Я вам рассказала, в жизни знаю двуники Фианусов, но трехликий, не знаю, это у меня вот. Дрехликий получился, да. Трехликий и талантливый. В настоящее время ему присуждено звание народного режиссера, народных театров, потому что он руководит театром, студией студенческой. И занял второе место на мировом смотре. По словам Веры Дмитриевны, это ее первая книга, она же и последняя. Проблема была не в ее написании, а в ее издании. Книга «Владимир Путин. Родители, друзья, учителя» увидела свет не в последнюю очередь, благодаря присутствующим на встрече большим друзьям-учительнице, полковнику запаса ФСБ Анатолию Конташову и ректору юридического института Марии Ревновой. «Книга уже была написана в 2004-м, по-моему, да, году? Написала я в третьем, презентация в 2004-м году. С тех пор, сами понимаете, сколько воды утекло. Ну, естественно, не устарели те факты его детства, не устарели все воспоминания о его родителях, это безусловно. Но я уже половину учеников похоронила, которые... Я живу, а их нет». В настоящее время учителей в школе, которые его учили, кроме Веры Дмитриевны, не осталось. Это печально, но неудивительно. Время идет. В прошлом году самый знаменитый ученик школы номер 193 Дзержинского района отпраздновал свое 59-летие. «Он не математик, он гуманитарик по своему управлению, Владимир Владимирович. Этими предметами, как математика, физика, химия, он не очень интересовался, хотя поступил в химическую школу, читали только лишь потому, что там были сильнейшие гуманитарные предметы вели учителя. Вот так. Поэтому далеко не каждый оказал. Так он до сих пор знает прекрасную литературу и интересуется, и не только русская литература, это и зарубежная литература, и это история в любом виде. И старая, и средняя, и новейшая. И вообще он настолько развил свой кругозор, что я ему ставлю пятерку до сих пор. Над вопросом учеников, какое качество сформировала лично она, классная руководительница, глубоко задумалась. Честное отношение к работе, неподсиживание, я говорила об этом, других, не занимать чужого места. Если ты видишь в человеке друга, товарища, не смей его никогда оставить в беде. И если ты можешь, помоги. Более двух часов продолжалась эта встреча. Вера Гуревич ответила на множество вопросов, рассказала интересные факты из своей жизни и жизни будущего президента. Подводя итог, Людмила Карандашова заявила, что в нашей стране рядовому человеку вполне возможно стать президентом или просто успешной личностью. Особенно, когда перед глазами такой наглядный пример. Вера Гуревич получила множество теплых слов от учеников, благодарных за столь поучительную беседу, и букетов и подарков от глав города и района. За эту встречу поблагодарила Вера Дмитриевна и присутствующие в гостях у 11-й школы делегации из Фировского района. Все долго еще не хотели расходиться. Вера Гуревич раздавала автографы и фотографировалась. О нашей съемочной группе удалось задать несколько вопросов высоким гостям. Мне на определенном этапе моей служебной деятельности пришлось работать в том же направлении, в котором и трудился Владимир Владимирович Путин. Это первое главное управление Комитета государственной безопасности. Владимир Владимирович работал на западном направлении, так скажем, в Германии. Я трудился в республике Афганистан. Но мы были в одном управлении под руководством одного руководителя. Поэтому специфика работы наша, она за рубежом, в условиях заграничных командировок, она понятна. И я понимаю, чем занимался Владимир Владимирович. А он, естественно, понимает, чем занимался я, но на восточном направлении. Вот можно так коротко сказать. То есть были различия, были и общие. Были различия, были, да, были различия, были, да, и общие задачи, безусловно, были, но были и различия и в целях, и в задачах. Они присутствовали, потому что, да, каждая страна, она представляла определенный интерес и конкретный интерес для нашего государства вот в тот исторический период. Он со своей задачей справился? По моему мнению, он со своей задачей справился успешно. И я читал отзывы и книги его соратников, его коллег по работе, с кем он непосредственно трудился в Германской Демократической Республике. Он справлялся успешно со своей задачей. Он к этому был хорошо подготовлен. Вера Дмитриевна, скажите, вот Вы говорили, что Владимир Путин, он гуманитарий, точные дамыки ему нехорошо давались. А как вам, к немецкому языку была у него способность, вот именно по Вашему предмету? Он не в том, что он к ним плохо относился, к этим предметам, ну просто он как-то к ним был очень равнодушен, будем так говорить. Да, его всегда интересовала история страны, история зарубежных стран. Он очень любил русскую литературу. Он интересовался зарубежной литературой. Все это так. Что касается иностранного языка, он пришел к этому сам. Это было всего несколько мальчиков, я уж не помню, два, три, четыре осилы остальной девочки, которые ходили в кружок немецкого языка. И не сразу он пришел к тому, чтобы заниматься по-серьезному, проявить свой интерес к этому предмету. Почему? Он сперва сказал, да не буду я этот немецкий изучать, потому что у нас в школе был и немецкий, и английский. Я говорю, а почему ты не хочешь? Потому что эти немцы, они убили у меня дядю и ни одного. А я еще буду их язык изучать. Я говорю, ты понимаешь, что не все люди хотели воевать с Россией, немцы. И не все пошли на фронт по своей воле. Все было по принуждению. И не забывай, в такой стране, как Германия, там было очень много коммунистов, которые были за Россию и так далее. А потом, ты не забывай, язык он обогащает и память человека, и расширяет его кругозор. Ты вот интересуешься историей, так ты будешь знать и историю Германии лучше, познаешь. Там высокая культура была. Ладно, он мне сделал одолжение, буду учить немецкий язык. Он очень способный к языкам, очень. У него великолепная память, у него прекрасная имитация произношения, прекрасно, прекрасно. И поэтому он легко добивается успехов в языке. Вы же знаете, что он сейчас и неплохо английский знает. И очень бы хотел еще изучить один из латиноамериканских языков. Ну, испанский, наверное, скорее всего. Вот. Ну, будем надеяться, что со временем он и к этому придет. Французский, по-моему, не очень его интересует. Уж по какой там причине, не знаю. В общем, он способный в этом плане человек, к языкам он очень способен.